Визуализация образовательных программ – один из главных мировых трендов в подростковом туризме. Республика Хакасия, Свердловска и Басачеваша стали лидерами в реализации такой программы в России. О том, как проходят живые уроки, рассказали в столичном управлении образования. По родному краю с рюкзаком шагают чебоксарские школьники, постигают тонкости туристических походов. Изучать не по учебникам, а вживую – вот главная мысль федерального проекта «Живые уроки». В июне более трех тысяч чебоксарских школьников прошли по родному городу пешими экскурсиями. А с июля к юным туристам присоединились и воспитанники детских садов. Еще одно не менее популярное направление живых уроков – автобусные экскурсии. А лето в парке просто покорило юных жителей города Чебоксары. На каждые выходные июля, августа и сентября в Лакреевском лесу запланированы праздничные марафоны. Шоу мыльных пузырей, мастер-классы по танцам, йоги и выступления лучших творческих коллективов – все это ждет гостей парка. Положительные эмоции, вовлечение в исследовательскую деятельность и интерес к истории родного края – таков итог живых уроков. Эти наработки, которые сделаны в городе Чебоксары, мы готовы предложить для всех районов и муниципалитетов Чуварской республики. И хотим пригласить их, начиная с 22 августа и на протяжении всей первой четверти будущего учебного года, посетить город Чебоксары. И мы готовы на сегодня предоставить пять образовательных маршрутов. Это Чебоксары – город Слава Трудовой, Чебоксары – экологический город уроженца, герои Чуварской республики и ряд других еще маршрутов. На сегодняшний момент разработана логистика в администрации города для того, чтобы школьники из районов Чуварской республики могли посетить и обзорно посмотреть город Чебоксары. Интересно, что экскурсии платные, но школьникам не нужно платить из собственных карманов. Минобразование Чувашии определило гранты каждому муниципалитету, в рамках которых они могут поучаствовать в программе. Кстати, не только жители Чувашии могут приезжать в Чебоксары на экскурсии, но и наоборот. Столичных школьников планируется отправлять в музеи и исторические места в районы Чувашии. Уже в первой четверти будущего учебного года чебоксарские туристы смогут посетить Шоршелы, Ядрин и Марпасад. Живые уроки не ограничатся территорией нашей республики. Выйти за рамки Чувашии – такой план ставит перед собой администрация столицы. Ближайший курс взят на Марийскую республику и Татарстан. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.